ты обманул меня однажды позор тебе ты обманул меня дважды позор мне привет я Даша и сегодня я делаю тег Гарри Поттера которая первая среди русских книжных бабочек предложила Айша с канала Симпли Букиш ссылочку конечно же оставляю тебе и поехали один стакан сахар а это все теперь любимая книга я очень долго думала над этим вопросом потому что я люблю в принципе весь всего Гарри Поттера но если прям сильно если мне просто поставить дуло пистолета к виску какая тебе любимая книга ну ладно так и быть скажу и даже покажу Ордин Феникса да если меня спросить почему то я тебе отвечу что благодаря профессору Амбридж и которая очень интересна с психологической точки зрения образ и еще из-за того что Гарри Поттер наконец-то себя поверил наконец-то он понял что то он больше чем мальчик который выжил больше чем знаменитость которая знаменита только тем что это что ему посчастливилось выжить под заглядьем от которого не удавалось выжить никому наконец-то он понимает что все то что он совершал это не только благодаря помощи его друзей не потому что сам он не так прост как он полагает и да здесь ему наконец-то улыбается удача на любовном фронте и и очень мне нравится это в сюжетной линии образование я не уверена что я правильно помню название Ордена Дамблдора Отряда Дамблдора да помню это Отряд Дамблдора когда Гарри Поттер собственно сам начинает учить заклятие Любимый фильм? Фильма Гарри Поттера я не люблю и я тебя сейчас шокирую но дальше четвертого фильма я не смотрела потому что на мой взгляд ты можешь быть со мной не согласна но с каждым фильмом удавалось с каждым выпуском фильм был все хуже и хуже и хуже и хуже да если помните об этом принципе что с каждым выпуском все хуже и хуже и хуже мое первое мое любимое кино о Гарри Поттере это самое первое философский камень потому что он мне в принципе сам понравился и может быть мое мнение не испорчено об этой кинокартине как о кинокартине прошу прощения за эту автологию именно по той простой причине что я тогда еще не прочитала Гарри Поттера и для меня это было просто сказка наименее любимая книга как я уже сказала все книги о Гарри Поттере мне ее трепетно любимы но если опять же приставить пистолет к моему виску и сказать какая наименее любимая говори я испугаюсь и скажу философский камень ну знаешь почему не потому что она хуже остальных частей а дело в том что когда я начала все таки не выдержала перед обществом которое просто на всех форумах на всех блогах скандировал Гарри Поттер Гарри Поттер Гарри Поттер Гарри Поттер в общем когда я начала читать было выпущено уже в мир три книги и я очень часто их перечитывала и философский камень мною менее любим просто потому что он на много-много-много-много рядов но и перечитан и я его просто знаю наизусть и не имею мне нет необходимости его читать потому что я его фактически дословно знаю эту книгу только поэтому она мною менее любимая чем остальные части любимый персонаж я не знаю Гермиона Дабблдор Дабблдор Гермиона но Дабблдор я очень долго не понимала поэтому наверное Гермиона да, наверное Гермиона хотя на самом деле мне очень нравятся совершенно все герои Полумна Лакут это вообще отдельная история да, если ты не читала книгу то ты не поймешь меня потому что фильм ее совершенно неправильно отразит Гермиону я люблю за то, что она очень любит учиться я ее за это уважаю она не зануда при этом она принципиальная она верный друг и еще она мне нравится тем, что она второстепенный персонаж все-таки, потому что я не люблю заезженность не люблю шаблоны правда Гарри Поттера не назовешь шаблоном но его назовешь заезженным потому что он главный герой и враги, и друзья и те, кто придерживаются нейтральной территории они все время только говорят, что о Гарри Поттере поэтому Гермиона, с кем вы из персонажей вы хотели бы встретиться и провести время? полумный лагут потому что я очень странная и она очень странная и мы обе странные и я думаю, мы бы нашли общий язык кого из актеров играющих в Гарри Поттере вы бы хотели встретить? никого потому что они это не не те, кого они играют и на самом деле мне актеры да лапочки на каком факультете вы бы хотели учиться? я училась в Хогвартсе на факультете Ленин Кло те, кто читали книги Гарри Поттера на русском языке как перван я не сумасшедшая мне не приснилось очень долгое время в интернете существовал такой сайт как Хогвартс Сириус если ты поклонница Гарри Поттера ты, наверное возможно, знаешь к сожалению не так давно школа переставала существовать но я тебе ссылку все равно оставлю там общий образ остался там, правда, было распределение то есть ты заполняешь анкету выполняешь задание которые тебе даются при поступлении и там уже в зависимости от результатов распределяет тебя шляпа как бы шляпа на какой-то из факультетов далее вот то, что есть в Хогвартсе в книжном там есть тоже также были тоже также делешь на курсы которых 7 делешь на факультеты у каждого факультета есть своя гостиная со своими сюрпризами там есть и и безголовый ник и полная дама и вот все, что есть в книге есть и там было там там действительно есть лекции то есть и после этих лекций шли задания и тебе надо было их выполнять отправлять домашнее свое задание и тебе ставили реальную оценку там десятибалльная шкала было делать доклады сдавать то есть ты реально учишься но учишься тебе это интересно это не занудно это не как в школе это прикольно это занятно можно было завести свой питомца орленка котенка и совенка ну это короче это как школа только это как хогвартский это как гарри поттерский хогвартс только только сайт и где-то там не Альбус Дамблдор а Олюш и да я там дважды я туда поступала и оба раза я попадала на факультет Ревенкло или Коктерван он же оба раза к чему это наверное я очень умная и очень скромная но хотела бы я конечно учиться на Гриффиндоре такое было длинное-длинное предусловие наконец-то ой ты на ответ олилуйя все-таки под влиянием книги я бы хотела бы конечно на Гриффиндоре учиться какой у вас был бы патронус сова не задумываясь потому что я очень люблю сов фотографии совами украшения с совами мне даже сказали что я похожа на сову я две фотографии тебе в доказательство выложу сюда и считается что они умные а мне два же зачисляли на Ревенкло хотя я указывала в анкете что мой любимый факультет Гриффиндор да и еще если верить мультикам которые я видела в детстве они любят читать я люблю читать и у меня большие глаза как у них а еще и сова ну в плане знаешь люблю поздно засыпать поздно посыпаться сова так что да сова чтобы вы выбрали восклишающий камень матью невидимку или бузяную палочку я читала книгу Роулинг о как же называется сказка трех братьях сказка трех чего-то там не помню дело все таки матью невидимку сложный выбор но матью невидимку почему потому что восклишающий камень мне кажется он бесполезен потому что ты восклишаешь не самого человека он уже не будет так как было ты воскресишь тень подобие серокопию это будет совсем другое я конечно было бы хорошо иметь такую возможность бузяную палочку тоже нет потому что за ней ходят все и рано или поздно владелец становится жертвой так или иначе а я противница агрессии мне бы не хотелось стать во первых добычей во вторых быть вынужденной защищаться обороняться поэтому матью невидимку мне кажется самое полезное приобретение здесь даже я это говорю не под влиянием того что главный герой одной из моих любимых книг владеет именно матью невидимка и каким-либо даром смерти ну в команде по квиричу какую позицию вы бы занимали в том холодце который я вела отлично был квирич и я пробовалась и вот что я тебе расскажу я бы занимала позицию болельщицы я бы сидела на трибунах и бурно 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 поддерживала свою команду потому что из меня никакой просто спортсмен танец живота ладно да хорошо йога допустим хотя я не особо люблю душать только по жизненным показаниям индийские танцы да но вообще спорта я это диаметрально это несовместимые вещи хотя шахматы это же спорт тогда да тогда совместимые какие моменты в книгах в фильмах заставляли вас плакать в фильмах никакие а в книге каждый раз когда какой-либо герой скажем так страдал уходил из жизни есть там такой если ты не читала то немножечко спойлер да там есть такие случаи и еще все те моменты которые считаются трогательными вот касаемо дружбы момента когда допустим ссора потом они милятся я могу так по слезинку щеки убрать и да ну и вообще он конечно концовка седьмой книги это просто самое слезливое место для меня вот там все спасайтесь спасайтесь людям потоп хотя я не принадлежу к тем людям которые которым палец покажи и не заплачу сразу у меня мама такая понравился ли вам финал я в восторге я поклонница финала он мне так нравится я его обожаю он потрясающий волшебный непрезойденный удивительный такой на который я надеялась он такой трогательный ай отстань от меня насколько важен для вас мир Гарри Поттера детка да я живу только благодаря ему потому что в моей жизни было много сложных моментов действительно сложных я бы не выдержать если бы не поддержка автора Гарри Поттера мамы Гарри Поттера эта книга действительно спасла мне жизнь спасла меня в плане человечества в плане человечности в плане доброты в плане сохранения себя самой только благодаря этим книгам события в моей жизни не заставили меня убить себя вообще как физическую оболочку они не смогли заставить меня стать стервой они не смогли изменить и они события моей жизни не смогли убрать из моей души человечность только благодаря вот Гарри Поттера спасибо тебе Гарри Поттер спасибо тебе Джоан Роулинг да поэтому я повторюсь я живу благодаря Гарри Поттеру и моя личность моя сущность моя душа не изменилась только благодаря ему сохранить сохранила свою целостность вот что для меня мир Гарри Поттера для меня мир Гарри Поттера это мой мир да и на этом самом деле все спасибо огромное Ишат за то что она предложила такой тег я надеюсь другие видеоблогеры другие книжные бабочки тоже отликнутся на него или хотя бы если не читали впечатляться и прочтут ты читала Гарри Поттера если ты не читала Гарри Поттера я желаю тебе его прочесть и на этом я с тобой прощаюсь пока